Хвала Аллаху, да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. В этой серии я бы хотел рассказать о том, как появились различные течения, независимо от того, исламские они или же нет. В чем причина появления этих течений? Почему они возникли? И как мы должны их остерегаться? Или же как мы должны работать над избавлением от них? Аллах, субхану та'аля, говорит, люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, неспослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Этот аят очень важен, в котором проясняется, как люди прежде были единой общиной, однако после неспослания к ним пророков они и разобщились. Из аяты кажется, что пророки стали причиной разобщения, однако это не так. Причиной их разобщения после прибытия к ним посланников и неспослания им Писаний стало разделение людей на тех, кто последовал за прямым путем и тех, кто последовал за своей прихотью. Это и есть истинная причина разобщения. Иначе же люди не разделялись. Все они бы следовали за своими прихотями и страстями. Все они впали бы в многобожие. Всемогущий Аллах повелел нам крепко держаться за его книгу и сунну его пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Мои дорогие братья, заговор против религии Аллаха продолжается с давних времен. И это не является чем-то новым. Это великая религия, религия Аллаха, субханаху ва тааля. Если бы она была изобретением человека, то давно бы уже исчезла. Однако против этой религии идут заговоры с того момента, как Аллах отправлял своих посланников и ниспослал им свои писания. Посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, говорит, между Адамом и Нухом десять поколений, среди которых не было многобожие. Затем появилось многобожие во времена Нуха, алейхи салям. То есть люди прежде были на единобожии, а началом всего многобожия стала чрезмерность. Чрезмерность в отношении праведников. Всегда чрезмерность в чем-либо является основой разобщения, разногласия и раскола. Первое – это чрезмерность. Второе – отсутствие проявления терпения в повиновении. Эгоизм и стремление к личным удовольствиям во время занятия деяниями религии. Поэтому посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, повелел нам проявлять терпение в повиновении, когда нравится и когда не нравится. Причинами появления сект было общество, политическое положение и заговоры. Мы же начнем с общества. С начала пророческой миссии, кто был первым принявшим ислам? Это был Абу Бакр. Из числа женщин Хадиджи. Также уверовал Беляль. Они были стержнем. Поэтому Аллах, субханаму та'аля, различает между теми, кто уверовал и расходовал прежде, и между теми, кто уверовал и расходовал после. И Аллах говорит по этому поводу. Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Это подталкивает нас к тому, чтобы упомянуть другой аят, где Аллах, субханаму та'аля, говорит, «Если будет среди вас 20 терпеливых, то они одолеют две сотни. Если же среди вас их будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих». Сейчас 20 сподвижников способны противостоять 200 неверующим. То есть один равен 10. Один сподвижник может сражаться против 10 неверующих в битве. Если будет среди вас 20 терпеливых, Аллах упомянул не только 20, однако добавил, что 20 терпеливых, которые победят две сотни. Если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они люди неразумные. Однако затем Аллах сказал, «Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. И если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют две сотни». Теперь один верующий способен противостоять двум неверующим. До этого один верующий противостоял десяти. Что же изменилось? Давайте вернемся к словам Всевышнего. Если будет среди вас 20 терпеливых, то они одолеют две сотни. Если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих. Посмотрите в этом месте на причину, потому что они люди неразумные. Это указывает нам на то, что одной из причин появления сект — это невежество и отсутствие понимания. Мы не перестаем говорить людям, «О, люди, учитесь и понимайте, потому что затем вас постигнет смута в религии». Для взаимодействия со смутами необходимы знания. Когда приходит смута, фитнес, ее действительности не знает никто, кроме обладателей знания. А когда же она уходит, то и простые люди узнают о ней. Однако когда это происходит? После того, как уже время прошло. Поэтому слова Всевышнего Аллаха, потому что они, люди неразумные, являются важнейшей причиной. Это одна из самых важных причин того, что один из числа сподвижников противостоял десяти неверующим. В чем истинность понимания этого? Знания делают верующего соответствующим своей религии, стремящимся к встрече со своим Господом. Он не стремится к встрече с врагом. Однако, если он его встретит, то проявит терпение и стойкость. На него не повлияют его прихоти, и он за ними не последует, и не будет сильно желать мирского. Как много поражений в сражениях мусульмане потерпели по причине предпочтения и стремления к тому, что есть из имущества у противника. И всемогущий Аллах сказал, «О те, которые уверовали, когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий, стремясь обрести тленное благо мирской жизни». В чем суть этого аята? У человека была маленькая овечка, и он проходил мимо сподвижников и сказал им «Мир вам!» Они же убили его и забрали его овечку. Они подумали, что он прикрывается словом приветствия, но на самом деле он неверующий. И это побудило их убить этого человека. Тогда Аллах не спослал этот аят. «И не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий, стремясь обрести тленное благо мирской жизни». У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяетесь. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете. Как я уже говорил, поиск знаний и изучение религии является основным стержнем для защиты этой религии и для встречи с врагом. Ведь Аллах различает между верующими и неверующими, говоря, что они народ неразумный. И когда в ряды мусульман проникают лицемеры, которых Аллах описал как людей неразумных, общину мусульман постигает слабость. Поэтому вхождение лицемеров в ряды войска мусульман навлекает зло и является одной из причин их слабости. Поэтому всемогущий Аллах сказал о неверующих, что он неразумный народ. Затем Аллах сказал, «Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни. Если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину Аллах стерпеливыми». Представьте разницу между сражением при Бадре и между битвой при Хунейне. С пророком, салаллаху алейхи ва салям, были верующие ослабленные переселенцы, которым причинили много боли. Их убивали и подвергали пыткам и изгнали из своих домов. В итоге им пришлось переселиться, а затем они совершили джихад и проявили терпение. Всего лишь 300 человек против почти трех тысяч. И Аллах даровал им победу. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, в тот день поднимал руки и прибегнул к иному виду оружия, которое надлежит предводителю мусульман. И это поднятие рук, взывая к Аллаху. Много взывая. О Аллах, заклинаю Тебя выполнить Твое обещание. О Аллах, если Ты пожелаешь, то после этого дня уже никто не будет поклоняться Тебе. После этого Абу-Бакр взял за руку пророка, салаллаху алейхи ва салям, который, будучи одетым в доспехи, приготовился атаковать и сказал, этого достаточно, о посланник Аллаха. Ты взываешь к своему Господу уж слишком настойчиво. И Аллах даровал победу мусульманам. И это была первая победа мусульман. Отделяющая веру от неверия. И мусульмане не перестают гордиться этой битвой. После нее положение мусульман изменилось из унизительного состояния, слабости, преследования и пыток в состояние, когда Аллах воздвиг для мусульман исламское государство. Дорогие братья, поразмыслите, пророк, саллаллаху алейхи ва салям, прожил 20 лет с момента его пророческой миссии до самой его смерти. Всего лишь 20 лет. Аллах изменил весь мир с того момента до самого окончания времен. те 20 лет повлияли сильнее всего на весь мир. Все человечество изменилось, изменились режимы, мусульмане стали семенем благодетеля, культуры и прогресса. посмотрите на это. У арабов не было ничего, чтобы римская и персидская империи имели стремление за владеть ими. Что они имели? Жаркое солнце, бесплотная пустыня и финики. Но несмотря на это, посмотрите на величие этой религии. На какой бы территории вы не установили эту религию, даже на бесплотной земле люди из отсталого состояния прогрессируют в предводителей. После считанных лет после смерти пророка саллаллаху алейхи вассалям мусульмане открыли восточные и западные страны, северные и южные. Были повержены две империи. И это то, чего боятся враги ислама. Сегодня они видят слабость мусульман. Однако они говорят, что как только у мусульман появится лидер, мусульмане изменятся из одного состояния в другое в считанные дни, а возможно и в считанные часы. Это пугает их. Они смотрят на слабость мусульман. Кто же сильнее, как пример? Россия или же Афганистан? Однако победа может прийти в любой из моментов. И для этой победы не обязательно наличие оружия. Она может прийти и без оружия. Вот вам пример Муса, алейхи вассалям. Он вышел из Египта. Кто был с ним? С ним народ, который говорил, нам причиняли много зла до твоего появления и после. «О Муса, мы не можем терпеть однообразной еды, помолись за нас своему Господу, чтобы он взрастил для нас из того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук. Когда Муса алейхи вассалям сказал, о мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток. Они сказали, о Муса, о Моисей, там обитают могучие люди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. Если же они оттуда уйдут, то мы войдем. Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали, входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, вы непременно одержите победу. Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими. Они сказали, о Муса, мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим Господом. Мы же посидим здесь». Что после этого сказал им Мусе? Он сказал, «Господи, я властен только над самим собой и моим братом. Рассуди между нами и нечестивыми людьми». Саад, да будет доволен им Аллах, когда он сказал пророку, салаллаху алейхи ва салям, «О посланник Аллаха, будто ты намекаешь на нас». Это произошло перед битвой при Бадре. «О посланник Аллаха, будто ты намекаешь на нас». Клянусь Аллахом, если ты войдешь в море, то и мы последуем за тобой. Затем Саад сказал, «Клянусь Аллахом, мы не скажем тебе то, что сказали сыны Израилевы Мусе, алейхи салям. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь. Однако мы тебе скажем, ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы также будем сражаться вместе с вами». Тогда эти слова очень обрадовали пророка, салаллаху алейхи ва салям. Давайте вернемся к нашей теме. Понимание религии – одно из самых важных причин победы. Что же произошло после? Ослабли ли мусульмане во время пророка, салаллаху алейхи ва салям? Ответ – да. Довод на это есть в аяте. Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо ему известно, что вы слабы. После открытия Мекки его жители приняли ислам. Однако они были малограмотными и малознающими в религии, в сравнении с первым поколением, которые провели больше времени с пророком, салаллаху алейхи ва салям. И так возникла слабость. Поэтому, когда умер посланник Аллаха алейхи ва саляту ва салям, положение сподвижников изменилось. Прежде они были нагими, голодными. Затем все изменилось. Они стали предводителями над различными территориями, городами и населенными пунктами. И Аллах открыл для них благо. Внезапно некоторые ансары сказали, как об этом рассказывал Абу Айуб аль-Ансари, когда некоторые люди увидели, то есть некоторые сподвижники, увидели, как некоторые сподвижники штурмуют неверующих и многобожников, и сражаются против них, то люди стали говорить, они бросают себя на погибель. Ведь Всевышний Аллах говорит, не обрекайте себя на гибель. Если просто прочесть этот аят, то можно понять, что не приближайтесь к опасности. Однако Абу Айуб аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал, этот аят был не спослан касаемо нас, ансаров. Когда Аллах даровал победу своему пророку и открыл ему все, ансары сказали, что настала пора заняться нашим скотом, посевами и тому подобное. И когда мы сказали подобное, Аллах не спослал аят, не обрекайте себя на гибель. О какой погибели идет речь? Понимание людей погибель – это когда ты подвергаешь себя опасности. однако погибель у Аллаха, и как это понимали праведные предшественники, это забрасывание джихада на пути Аллаха. Это и есть погибель, оставление джихада на пути Аллаха. Так и появилась слабость еще во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы дадим вам полный анализ этой слабости. Народы еще вчера, являющиеся неверующим, увидели, как многобожники привязывают свои мечи к дереву. Их убеждения были в том, что это дерево обладало благословением, и оно передается их мечам, чтобы в процессе они стали еще острее и мощнее. И эти новоиспеченные сподвижники сказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о послании к Аллаху, сделай нам такой же джиату анвад, как и у них. Зяту анвад означает обладающие многочисленными ветвями и ответвлениями. Многобожники подвязывали свои мечи к нему для получения благословения от него. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул, Свят Аллах, это подобно тому, что сказал народ Мусы, сделай нам божество такое же, как у них, клянусь тем, в чьей дла не душа моя. Вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас. Как вы видите, их понимание было слабым. Что касается единобожия, то они не понимали его так, как это понимали первые сподвижники. Так что это из причин разобщенности и слабости умы. Умма сейчас в состоянии слабости. В чем же причина? Слабое понимание и распространенное невежество. И люди стали возвращаться к качествам из времен невежества, не понимая того, что это была религия, на которой были народ времен первой джахилии, невежества. Поэтому меня впечатляют слова Умара, да будет довольным Аллах. Основы ислама будут разрушены одна за одной, если в исламе будут те, кто не знает ничего о джахилии, о временах невежества. И если в ислам войдет тот, кто не знает, что такое джахилия, такой человек может впасть в обычаи джахилии, как об этом сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям. Вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас. Поэтому мы называем их обычаями джахилии. И такой не может знать, что то, что он делает, это то, на чем были народы прежней джахилии. Неудивительно увидеть подобное, и в наши дни. Такие, как взывание к мертвым вместо того, чтобы просить у живого, который никогда не умрет. Все это, возрождение некоторых обычаев времен джахилии, является нововведением в религии. Это подталкивает нас к тому, чтобы упомянуть очень важную вещь. И это то, что одним из самых больших причин разобщенности является ширк, многобожие, и беда, нововведение. Два этих элемента приводят к разрушению религии. Однако наша религия сохранена от этого. Как сказал Умар, да будет доволен им Аллах, Аллах всемогущий сохранит свою религию. Аллах – хранитель этой религии. Это удивительное слово от Умара, да будет довольным Аллах. Аллах сохранит религию. Однако мы также должны работать. Мы должны просвещаться в религии. Давайте вернемся к первому делу. И упомянем эти элементы. Пробежимся по ним быстро. Во-первых, Аллах повелел нам, чтобы мы держались Его Писания, как об этом сказал Аллах всемогущий, которые придерживаются Писания. Придерживаются крепко. Есть разница между значениями слов «держать» и «придерживаться». Крепко придерживайтесь того, что мы даровали вам. Это то, что некоторые люди называют сегодня неумеренностью и крайностью, и тому подобное. Есть разница между чрезмерностью, которую люди воспринимают как приверженность, и между крепкой приверженностью. Когда крепкая приверженность объединяется со знаниями, то мы достигаем требуемого. Но если присутствует невежество, то цель не будет достигнута, и подобное приводит к расстройствам религии. Так что причинами появления сект стало первое – это положение общества. Люди входили в религию со своими обычаями и общепринятыми понятиями. Обычаи, к которым они привыкли. И все это приводит к смешиванию религии с общепринятыми понятиями. Не арабы вошли в религию, и они были под воздействием суфизма и различных форм многобожия. Со всем этим они вошли в религию и были несведущи во многих аспектах. И вместе с ними в религию вошли разновидности многобожия и нововведения. Проблема же, мои дорогие братья, в проявлении небрежности в отношении нововведений. Небрежности в ослушании пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Мы приведем в пример хадис от Имрана ибн Хусейна. Имран ибн Хусейн рассказывал от пророка, саллаллаху алейхи ва салям, и привел от него хадис, в котором говорится, «В стыдливости нет ничего, кроме блага». И один из тех, кто сидел с Имраном ибн Хусейном, которого звали Бушейр ибн Кааб, встал и сказал, «А мы видим, что в некоторых книгах или мудрых книгах сказано». То есть это философские книги. Но мы не должны забывать, что мудрость – это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва салям. И что всемогущий Аллах, когда сказал, «Научит их писанию и мудрости», Аллах имел в виду сунну, потому что она и есть мудрость. Я не позволяю кому-либо назвать философов мудрецами. Клянусь Аллахом, все, с чем они пришли, противоречит религии. Особенно, когда они пытаются представить себе Бога. Они нечестивые люди, самые далекие от прямого пути. Они бывают довольно умными, но нечистыми. Им был дарован ум, но они лишены чистоты. В общем, Бушейр ибн Кааб сказал, «А мы видим, в некоторых мудрых книгах сказано, что стыдливость способствует проявлению спокойствия и достоинства перед Аллахом, и что иногда она является проявлением слабости». Тут Имран разгневался и воскликнул, «Я передаю тебе слова посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, а ты не соглашаешься с ними?» То есть, противоречишь пророку, салаллаху алейхи ва салям. Тут они не берут, а там отрицают. Все те, кто впечатлились наукой и философией, как же часто они не соглашались со словами посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, и обвиняют тех, кто подтверждает имена Аллаха, обвиняя их в уподоблении и предании тела и тому подобное. Здесь Имран разгневался и воскликнул, «Я передаю тебе слова посланника Аллаха, а ты не соглашаешься с ними?» Тогда Бущай Ир-Ибн-Каб замолчал. Затем вновь повторил сказанное прежде. Он сделал это преднамеренно. Тогда Имран вновь повторил, «Мне рассказал посланник Аллаха, в стыдливости нет ничего, кроме блага». Тогда Бущай Ир-Ибн-Каб вновь повторил сказанное прежде, а мы видим, что в некоторых мудрых книгах сказано, что стыдливость способствует проявлению спокойствия и достоинства перед Аллахом, и что иногда она является проявлением слабости. Здесь Имран разгневался так, что глаза его налились кровью и воскликнул, «Я передаю тебе слова посланника Аллаха, а ты не соглашаешься с ними?» Те, кто присутствовал, сказали, «Поистине он один из нас, у Абу-Нужейд». Поистине в нем нет ничего дурного. Их слова, что он один из них, указывают на то, что Имран ибн Хусейн застал время, когда люди разделились и смуты стали появляться, самой главной причиной которого стало невежество. Люди сказали Имрану, что он один из нас, у Абу-Нужейд, поистине в нем нет ничего дурного. Посмотри, как это разгневало сподвижника, когда появляются те, кто разделяют то, что не разделял пророк, салаллаху алейхи вассалям. Посланник не говорил, что от стыдливости исходит благо и также зло, или же достоинство и слабость. Он не делил их таким образом. Однако Бушейр ибн Кааб пожелал разделить их таким образом. И тогда на него разозлился Имран ибн Хусейн по этой причине. Заклинаю вас Аллахом, когда мы сегодня говорим людям, сказал посланник Аллаху алейхи салалату ассалям, каждое нововведение является заблуждением, то появляется тот, кто начинает нам противостоять, говоря, что не все нововведения являются заблуждением. Что мы должны делать, заклинаю вас Аллахом? Разве это не противоречит словам пророка, салаллаху алейхи вассалям? Давайте вернемся к нашей теме. Причины появления сект. Мы говорили, что они могут быть по социальным причинам. Когда люди входят в религию и забирают с собой идеологии, такие как суфизм, философия, и, кстати, это одна из самых важных причин ослабления этой общины и ее разобщенности. Всего два этих элемента вошли в религию. Суфизм со своими многобожиими сказками и философия, которые стали причинами неприятия религии всецело, пока это не стали называть философией, а в наши дни эту философию называют единобожием. К сожалению, эти слова сказал Аль-Навуи. Меня это огорчает, но их сказал он, наука философии, которая является наукой единобожия. А тот, кто погрузился в философию, то это Аль-Газалий, который сказал следующую фразу. Сейчас же философия стала синонимом единобожия. И ничего из этого не было среди того, что до нас дошло от сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Они не были на этом. Или же они не приводили ничего из этих философских правил в науке единобожия. Так что вся эта философия вошла в единобожие, и люди испортились. Также вошел суфизм в души людей и стал причиной их разложения. И сегодня нет ни иных решений, ни сил, чтобы исправить это, кроме как вернуться на то, на чем было первое поколение. Первое великое поколение. Поколение сподвижников, за которых заручился пророк, салаллаху алейхи ва салям, и похвалил их, сказав, «Лучшими из вас будут мои современники, затем следующие за ними, а затем следующие за ними». И как величественно то, что сказал имам Малик, «Да смилуется над ним Аллах». И последние люди этой общины будут в порядке, только если первые из них будут в порядке. То есть, если вы хотите, чтобы положение мусульман улучшилось, то этого не произойдет, пока вы не вернетесь к тому, на чем были первые поколения, а именно три первых века. вернемся к нашей теме «Причины появления сект». Из этих причин также и политические. Политические причины. Прихоти правителей всегда идут вразрез с этой религией, потому что она им не подходит. Закат является обязательным, лихва является запретной, налоги являются запретными в исламе. Правители же стремятся заработать, и этот заработок может быть под лозунгами религии. Заплатите ваш закат имуществом, который присвоят себе правители. Поэтому эта религия не подходит таковым правителям. Кроме тех, кто изучал религию и был на том, на чем был Умар ибн Абдил Азиз и четыре праведных халифа. Однако, к сожалению, подобного очень мало. Однако, всяких таковых правителей поддерживают нововведенцы и многобожники. Давайте разберем некоторые примеры. Начнем с иудеев. Иудеи построили религию, которая соответствует их интересам в вопросах оккупации и завоевания ресурсов земли целиком. Дошло до того, что они стали утверждать, что Аллах сказал Ибрагиму, «Посмотри справа от себя и слева, на восток и на запад, и все, на что падет твой взор, оно будет твоим». То есть, даже если у всего этого уже были владельцы, все равно, все это твое. Они взяли это лживое высказывание. То есть, следующее поколение взяли его и на основе его сказали, «Вот это наша земля. Господь дал нам ее. Господь дал нам эту землю. Твоя земля, о Израиль, от Нила до Ефрата». Так возникла новая религия. Откуда она берет свои основы? Этот народ, Бану Исраиль, они народ Аллаха и его избранники. Им принадлежит его земля. Даже если придется убить всех, кто на ней обитает. Важно, что они избранники Аллаха на земле. И все, что Аллах сотворил на этой земле, дозволено им. Это стало религией. Они использовали религию и присвоили себе богатство этого мира, прикрываясь религией. Говоря, Аллах любит нас. И Он сказал нам, что эти земли ваши. Вот так. Что же касается христианства, то многие не знают, что основа христианства – это религия митраизма, персидского огнепоклонничества. Если вам интересно, то поищите информацию о рождении Митры, Божьего Сына. Вы найдете, что Он родился 25 сентября. И якобы Он Сын, которого Бог послал на землю, чтобы искупить грехи людей. Христос, мир ему, жил в эпоху, когда Рим владел той территорией. Им не нравился Христос. И не нравилось то, к чему Он призвал. И тогда они сговорились против Него, прибегнув к помощи иудеев и к другим. Дойдя до того, что им удалось сделать подмену, они взяли за основу религию митраизма, заменив имя Митры на имя Мессии. И сказали, давайте сделаем христианство подобно митраизму. И так возникло христианство. И многие не знают, что оно унаследовано от митраизма. По этому поводу всемогущий Аллах сказал об иудеях и христианах. Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. То есть уподобляются им. Или же заимствуют у религий, которые были до них. Поэтому во многих ложных религиях ты можешь найти, что Аллах послал своего Сына чтобы искупить грехи людей, и он умрет как жертва искупления за их грехи. Все это есть. После политических причин идет заговор. Это происходило, когда правители подавляли людей истины, используя против них их врагов. Как это произошло в истории с монахом, колдуном и юношей. Юноша был мал. Посмотрите, как Аллах поддерживает свою религию. Юноша был мал. Юноша регулярно посещал этого колдуна. Правитель же использовал колдуна в своих целях. Колдун был в преклонном возрасте и сказал правителю найти юношу, чтобы обучить его колдовству, чтобы он унаследовал его знания перед смертью. Они хитрили и Аллах хитрил. А ведь Аллах наилучший из хитрецов. И для колдуна определили юношу для обучения. Юноша посещал колдуна и по пути к нему он проходил через одного монаха и брал от него знания. Его впечатлили эти знания, которых придерживался монах. Он обучился у него единобожию. Монах же вел скрытный образ жизни, чтобы никто не узнал о нем. Если бы о нем узнали, то его бы убили. Это то, что происходит сейчас. Те, кто проявляют стойкость на сунне и единобожии, их или убивают, или же лишают свободы, или же прогоняют. Монах был в таком же положении. Юноша изменился по причине этого монаха. И он стал причиной излечения многих болезней, пока к нему не явился слепой, который был из окружения правителя. Он пришел к этому юноше и сказал ему, «Есть ли у тебя что-нибудь, чтобы избавить меня от слепоты?» На это мальчик ответил, «Да, однако ты должен быть убежден в том, что только Аллах, тот, кто излечивает». То есть поклонение только единому Аллаху. Он прочел ему руку, и к нему вернулось зрение. И он вернулся к правителю. Правитель спросил его, «Кто вернул тебе зрение?» Он ответил, «Мой Господь». Тот спросил его, «Разве у тебя есть Господь помимо меня?» На что он ответил, «Мой Господь Аллах». Правитель убил его, а до этого пытал его, и тот указал на юношу. Затем схватили юношу, и его также пытали. И он был вынужден указать на монаха. И монаха также убили. Посмотри на его коварство. Это коварство. Что же произошло затем? С юношей отправили воинов, чтобы они убили его. Аллах помог ему и избавил от их зла. И тогда мальчик сказал правителю, «Ты не одолеешь меня, только если ты не сделаешь, что я повелю тебе сделать». Правитель в тот момент оказался вынужден последовать за велениями юноши. Аллаху акбар. Посмотри, как приходит помощь от Аллаха. Вы должны следовать этой религии и не говорить, что мы все еще слабы. Как мы сможем противостоять их ракетам, имея лишь камни? Помощь от Аллаха приходит. И вы не знаете, как она приходит. Мусс, алейхиссалям, вышел из Египта, и Аллах даровал ему победу над фараоном. Аллах потопил фараона и спас Муссу. Аллах даровал победу Ибрахиму, алейхиссалям, и с ним не было ни армии, ни оружия. Ибрахим продолжает быть примером для подражания для всего человечества до наших дней. Этот юноша... Аллах даровал ему победу над тем правителем. Хорошо. Как юноша одержал над ним победу? Правитель сказал людям, «У вас нет Господа помимо меня. Я ваш Господь». Юноша стремился к тому, чтобы народ уверовал. Он позаботился об этом. Он сказал правителю, «Тебе не совладать со мной, если только ты не сделаешь то, что я тебе велю сделать». Правитель подчинился ему. Юноша велел ему взять лук и выстрелить в него стрелой, сказав, с именем Господа юноши, «Хочешь убить меня, скажи, с именем Аллаха, Господа юноши». Правитель сказал это перед народом, с именем Аллаха, Господа юноши, и выстрелил в него стрелой и убил его. После чего уверовали все люди, сказав, «Мы уверовали в Господа юноши». Тогда правитель повелел убить их всех. В чем же заключается победа? Все люди уверовали и были спасены от наказания огнем ада. Так что правителям религия Аллаха никогда не будет угодна. Они хотят, чтобы следовали их прихотям, таким как прелюбодеяние, садомия и тому подобное. Им не нравится, когда кто-то говорит, «Это запретно вам». Прелюбодеяние запретно. Налоги запретны, лихва запретна, взятки запретны, воровство запретно. Необходимо установление закона Аллаха, отрезать руки ворам, убийцу убивать в наказание. И также из причин появления сект, отсутствия терпения и нежелания жертвовать собой и своими личными правами. Приведем этому пример. Когда Фатима, да будет доволен ею, Аллах попросила землю фадак, она, да будет доволен ею, Аллах не знала, что пророки не оставляют ничего в наследство. И что ученые являются наследниками пророков. И это ей разъяснил Абу Бакар. Является ли она причиной того, что сейчас происходит? Ответ – нет. Есть те, кто строит козни в религии. И они использовали этот случай, сказав, Фатиму лишили ее права. И с ней обошлись несправедливо. Они построили целую религию на этом случае. Также выход Хусейна, да будет доволен им Аллах, в направлении города Куфа. Абдуллах ибн Умар до этого взял его за руку и запрещал ему. Предостерегал его, чтобы он не шел в Куфу. Однако он все равно сделал это, и произошло то, что произошло. Теперь у нас появились мечети, именуемые Хусейния. То есть, простите, храмы. Храмы, именуемые Хусейния. Все именуются в честь имени Хусейна. Субханаллах. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, был лишен возможности иметь сына. То есть, они умерли. У него не осталось сына. У него не было никого, помимо Зайнаб, Умкульсум и Фатимы. Но вместе с этим ежедневно мы находим тысячи потомков из потомства пророка, салаллаху алейхи вассалям. Этот Фатимидский, тот Хусейний, а это Хасаний. Все это лживые заявления. Все эти ситуации были использованы, и на их основе возникла религия. Как мы еще говорили, вошедшие поколения в религию Ислам. Они вошли в нее, не очистив себя и свои души от следов и примесей многобожия, и также нововведений. Они вошли в религию, и вместе с ними вошли нововведения и многобожия. Из-за их пребывания в невежестве. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы вы искали знания и жертвовали собой в их приобретении. И также проявляли терпение при всех неприятностях и трудностях. Потому что пребывание людей в невежестве приводит к тому, что вы видите сами. Анас, да будет доволен им Аллах, осуждал положение людей после эпохи сподвижников. Не только после смерти пророка, салаллаху алейхи ва салям. Потому что Анас умер последними сподвижников. По причине мольбы посланника Аллаха, алейхи саляту ассалям, за него, Аллах увеличил его годы жизни и увеличил его потомство. Однажды Анас плакал по причине того, что он был свидетелем изменения положения людей после смерти пророка, салаллаху алейхи ва салям. Он пожаловался Аллаху на изменение людей в отношении молитвы, которую они совершают. Также среди причин является чрезмерность в религии. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, вынес решение в отношении этого, когда увидел троих, которые расспрашивали о том, как он поклоняется. И один из них сказал, что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролет. Другой сказал, а я стану постоянно соблюдать пост. Третий же сказал, а я буду сторониться женщин и никогда не женюсь. Когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, услышал это, он сказал, так это вы говорили то-то и то-то. Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас Его боюсь. Однако в некоторые дни я пощусь, а в другие дни не делаю этого. Я молюсь по ночам и сплю, а также заключаю браки с женщинами. И тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сразу же ликвидировал чрезмерность в религии и в зародыше. Давайте посмотрим на небольшое событие, которое произошло, как его приводит Аддари Мей в своем сборнике Ас-Суннан с хорошим передатчиком. Когда Абу Муса аль-Аш'ари пришел к Ибн Мас'уду и сообщил ему, что он увидел группу людей, которые уселись кружком и, взяв камешки, стали поминать Аллаха этими камешками, в их центре сидел человек и говорил им, скажите, Субханаллах, сто раз. У каждого были с собой камешки, и каждый перекладывал камешки, говоря, Субханаллах, Субханаллах. Затем говорили, скажите сто раз, Аллаху Акбар, и так далее. И тогда к ним пришел Абдуллах ибн Мас'уд и сказал им, «О люди, или же вы на религии более верной, чем религия посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, или же вы пытаетесь открыть двери заблуждения». На это они сказали, «О Абу Абдиррахман, мы не хотели ничего, кроме благого». На что он сказал, «Но сколько таких, кто желает блага, но не обретает его?» Эти люди, их после этого, передатчик этого случая видел, как они сражались на стороне хауариджей против сподвижников. Теперь тебе ясна связь между чрезмерностью и нововведением и сражением против ахлю сунны? Были ли разногласия среди сподвижников? Да, были. Между Алией и Муавией. И даже это сражение, которое произошло, мы извлекаем из него пользу в фикхе. Как Алида, будет доволен им Аллах, запретил убивать и добивать раненых. И он не брал от них трофеев, если те оставляли что-либо. Он запрещал брать это. Да, тогда произошли разногласия. Однако, чем они завершились? Они завершились тем, что Хасан отдал место халифа, которое он заслуживал. Муавии, да будет довольным Аллах. Теперь ведь разногласия завершились, однако есть еще кое-что. Это разногласие было политическим. И во что же оно превратилось? Оно превратилось в идеологическое разногласие. Мы должны молиться так или так? Какая связь между тем, что произошло между Муавией и Али, и тем, как нужно молиться? Какая связь между тем, что произошло между Муавией и Али, и темой 12 имамов и временными браками? Можем ли мы заключать временные браки или нет? Это разногласие завершилось, и сподвижники не несут за него ответ. Сын Али, Хасан, да будет доволен им Аллах, передал правление Муавией. И так все закончилось. Вопрос был закрыт. Однако у тех, кто замышлял в заговоры, вопрос не был закрыт. Они устремились поднять это дело. И сейчас они построили на этом целую религию под названием шиизм в противовес сунне. В завершении напомним о важной вещи. Твердо придерживаться сунны пророка, саллаллаху алейхи ва салям, изучать ее и обучать ею других. Потому что ученые хадиса, они и есть спасенная группа. И поэтому Ахмад сказал, когда упомянул хадис пророка, саллаллаху алейхи ва салям, что эта умма позже разделится на 73 группы. И все они будут в огне, кроме одной. Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал, «Если этой группой не являются ученые хадиса, тогда я не знаю, кто они». То есть, кто те спасенные? «Если они не из числа людей хадиса, тогда я не знаю, кто они». И Хафиз ибн Хаджар в Фатху-ль-Бари, в толковании сборника Аль-Бухари, сказал, «Это сообщение от имама Ахмада, ее передача является отличной». Ученые хадиса и есть спасенная группа. Спасенными не являются те, кто использует автомат или убивают. Это те, кто придерживается того, чего придерживался пророк, саллаллаху алейхи ва салям. Они и есть спасенные. И поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, что иудеи разделились на 71 группу, христиане разделились на 72 группы, а эта умма разделится на 73 группы, и все они будут в огне помимо одной. И когда у него спросили, кто же они у посланника Аллаха, он сказал, «Это те, кто был на том же, на чем сегодня я и мои сподвижники». И конкретно в отношении этой группы будет проявляться много враждебности. И правители будут предоставлять власть некоторым религиозным деятелям для борьбы с ними. Это то, что происходит. Я завершу хадисом посланника Аллаха, алейхи салату ва салям, который передал Аль-Ирбад ибн Сария. Однажды посланник Аллаха, алейхи салату ва салям, обратился к нам с увещанием, от которого сердца испытали страх, а из глаз потекли слезы. И мы сказали, «О посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так дай же нам наставление». Он сказал, «Я оставил вас на совершенно ясном пути». То есть на ясной религии и методологии, и ясных доводах. «Я оставил вас на совершенно ясном пути, ночь которого подобна дню, отклониться от которой может только гиблый. Поистине тот из вас, кто проживет долго, увидит много раздоров. Так придерживайтесь же моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем. Держитесь за это коренными зубами». Вот так. Почему же он сказал держаться за нее коренными зубами? Потому что затем придут времена, в которых распространится большое количество нововведений. И многие отклонились от сунны пророка, салаллаху алейхи ва салям, и поэтому и появилась слабость и разобщенность. Поэтому враг получил над нами власть. Держитесь за это вот так вот. Держитесь за нее. Почему он сказал держаться за нее коренными зубами? Потому что после придут различные сомнения, которые станут искушать людей. Посмотри, Аллах, субхану ау-та'аля, не спослал знания, но также и не спослал и смуты, и соблазны. И каждый раз, когда мы приобретаем знания, смуты ослабевают в отношении нас. И каждый раз, когда умма становится более невежественной, ее часто постигают эти смуты. Так придерживайтесь же моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем. Держитесь за это коренными зубами и полностью избегайте новшеств в делах, ибо каждое нововведение есть заблуждение. Ведь каждое заблуждение окажется в огне. Вы должны придерживаться этого пророческого хадиса, который повелевает придерживаться сунны и запрещает нововведения. Как же после этого можно сказать, что нововведения бывают двух видов – плохое нововведение и хорошее нововведение? Посланник в контексте своих слов говорит «придерживайтесь сунны». Как после его слов, что каждое нововведение является заблуждением, говорить, что нет проблем от некоторых нововведений? Видите, это самое главное из причин разобщенности в религии. Многобожие и нововведения. И на этом завершим. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех сподвижников. Продолжение следует...